здравствуйте дорогие любители вязания сегодняшний мастер-класс и я делаю по просьбе натальи серёгиной она выложила свою просьбу в инстаграме попросила связать узор номер 189 из книги японского дизайнера хитоми шида 260 узоров спицами узор номер 189 это вот такая резинка я бы сказала что это резинка тире кайма потому что вот верхний элемент здесь больше резинки и она стягивает вязаное полотно а нижний элемент тут уже зубчики и получается вот такая вот красивая кайма и и в итоге вот вот такая вот резиночка или кайма как вам будет угодно украсить любое вязаное изделие посмотрите какие красивые я я назвала бы это бабочками вот такие красивые бабочки расположились на этой резинке и в общем резинка шикарная если вязаное полотно не перегружена узорами то манжеты низ и ворот связанные такой резинкой будет ну очень будет украшать вязаные изделия давайте не будем много говорить давайте будем вязать давайте посмотрим на схему рапорт узора 16 петель в ширину и 20 рядов высоту скажу сразу очень много вопросов поступают после почти после каждого узора можно этот узор вязать в круговую я не знаю всех японских узоров но сколько мы уже с вами их связали их все можно вязать круговую и в круговую вязать гораздо легче вот просто вяжем по схеме мы смотрим от лицевые ряды мы вяжем справа налево читаем схему а когда и поворачиваем работу изнаночные ряды мы читаем слева направо так вот вязание по кругу все ряды читаются справа налево и все вяжутся так как они вот обозначены вот условные знаки так и вяжутся вот первый лицевой ряд у нас лицевые петли второй ряд мы будем в изнаночном ряду вязать если будем поворотными рядами вязать мы будем вязать вот это изнаночная петля мы будем вязать ее лицевой а остальные все петли будем вязать изнаночными то по кругу мы все эти петли будем так также вязать лицевыми и только в конце будет изнаночная петля в общем запоминаем по кругу мы вяжем по схеме все вот это провязанные вместе петли с наклоном вправо и влево наоборот эта влево это вправо накиды все это вот по схеме вот как мы схему видим так и вяжем а в поворотных рядах мы вы знал изнаночные ряды вяжем петли наоборот сейчас вы это поймете но что то сказать здесь показано что вот пустая клеточка обозначает это изнаночная петля на лицевой стороне и лицевой лицевой петлей мы это вяжем на изнаночной стороне вот здесь написано эта схема из русскоязычной книги хитомишида и вот тут вот еще написано провязывайте эти петли лицевыми закрывая ряд скрещенной резинкой 1 на 1 но лицевыми имеется ввиду если мы вяжем по кругу мы вот видим и лицевые я не вижу здесь особой разницы как провязывать эти две петельки или лицевыми или лицевыми скрещенными я не вижу провяжем так просто провяжем этот узор сейчас по этой схеме мысля с вами свяжем один рапорт я вот здесь забыла сказать у меня здесь связано 4 рапорта в ширину мы с вами свяжем 1 набираем на спицы 18 петель вместе с кромочными и вяжем первый лицевой ряд мы вяжем его лицевыми петлями все петли лицевые 2 изнаночный ряд вяжем сразу после кромочной одну лицевую 7 изнаночных 1 лицевую 7 изнаночных 3 лицевой ряд сразу после кромочной провязываем 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону за задние стенки затем 5 лицевых делаем накид изнаночная петля снова делаем накид 5 лицевых 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону за передние стенки так как я вижу бабушки петлями у меня эти петельки для провязывания вместе в правую сторону неудобно расположены мне их надо развернуть вот так их разворачиваем и провязываем конце ряда у нас изнаночная петля четвертый изнаночный ряд лицевая петля 2 вместе провязываем изнаночной просто вот и вместе провязываем изнаночной или еще это называют 2 вместе изнаночной с наклоном в левую сторону а на лицевой стороне они у нас провязались 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону далее будет 4 изнаночных делаем накид 3 лицевых вот заметьте у нас накид лицевая и снова накид мы провязываем лицевыми петлями дальше снова делаем накид 4 изнаночных и теперь нам нужно провязать 2 вместе изнаночной слагу с наклоном в правую сторону это делается двумя можно сделать двумя способами я показываю первый способ снимаем обе петельки на правую спицу не провязывая и меняем их местами таким образом чтобы вторая петля обогнула первую вот так за первой петлю обогнула и вот так вот мы их меняем местами и провязываем возвращаем их на левую спицу и провязываем 2 вместе изнаночной мы провязали их вместе изнаночной с наклоном вправо а на лицевой стороне они у нас провязались с наклоном влево и заканчиваем кромочной петлей вяжем 5 лицевой ряд 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону за задние стенки 3 лицевых делаем накид лицевая петля 3 изнаночных дальше лицевая петля накид 3 лицевых 2 вместе провязываем с наклоном вправо за передние стенки конце ряда изнаночная петля шестой изнаночный ряд 1 лицевая 2 вместе провязываем изнаночный с наклоном влево просто 2 вместе изнаночной далее будет 2 изнаночных накид 2 изнаночных 3 лицевых и повторяем 2 изнаночных накид 2 изнаночных и 2 вместе нужно провязать изнаночный с наклоном вправо или еще это называют 2 вместе изнаночной скрещенной я показываю второй способ подхватываем обе петельки вот так начиная со 2 правой спицы сразу обе снимаем с левой спицы и разворачиваем и вот таким вот так вот перевернув возвращаем их на левую спицу и провязываем 2 вместе изнаночной я вот закончу и мы посмотрим на лицевой стороне они у нас привязались как нам надо было 2 вместе лицевой с наклоном влево видите у нас уже зубчики получаются какие красивые вяжем седьмой лицевой ряд 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону за задние стенки лицевая петля накид изнаночная петля 2 лицевых 3 изнаночных 2 лицевых 1 изнаночная накид лицевая 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо за передние стенки за передние стенки конце ряда изнаночная петля 8 изнаночный ряд 1 лицевая 2 вместе изнаночной накид 2 лицевых 2 изнаночных 3 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых накид и 2 вместе провязываем изнаночной с наклоном вправо я поменяю петельки местами вяжем 9 лицевой ряд сразу пути кромочная делаем накид затем провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево вот у меня лицевая петля лежит удобно а вот на следующий накид за ней неудобно я вот так вот подхватываю лицевой и накид за переднюю стенку сразу так разворачиваю провязываю 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону дальше будет 2 изнаночных накид лицевая снова провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево 1 изнаночная 2 вместе лицевой с наклоном вправо вот у меня накид лежит удобно а лицевая петля неудобно развернем 2 вместе лицевой с наклоном вправо лицевая накид 2 изнаночных 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид изнаночная петля вяжем 10 изнаночный ряд 1 лицевая 2 изнаночных 2 лицевых накид нам нужно провязать изнаночной скрещенной чтобы не было дырочки вот так вот мы подхватываем его сзади вот так и провязываем изнаночной петлей он у нас получается таким перекрученным дальше будет 2 изнаночных 1 лицевая 2 изнаночных и снова накид провязываем изнаночной скрещенной далее 2 лицевых и 2 изнаночных следующем ряду нам понадобится дополнительная спица это 11 лицевой ряд сразу после кромочной провязываем лицевую скрещенную вот лицевую я бы провязала сейчас вот так а лицевой скрещенную подхватываем сзади переворачиваем петельку и провязываем лицевой делаем накид 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону 2 изнаночных дальше берем дополнительную спицу и вяжем на дополнительные спицы можно провязать на правой обычно на правой спицы и перенести на дополнительную я сразу провязываю на дополнительную спицу вяжем 2 лицевые 1 изнаночная и 2 лицевые надо было все-таки провязать нормальный спицы вот мы на дополнительную спицу это провязали или перенесли уже провязанные петли на дополнительную спицу и теперь три раза обвиваем рабочий нитью против часовой стрелки так вот обвиваем не слабо совсем уж не затягиваем ну так чтобы вот три раза обвели ну вот чтобы так вот было нормально так вот средненько но не внизу не совсем слабо я и возвращаю все это на правую спицу мы провязали эти петельки они у нас провязаны поэтому на правую спицу возвращаем дальше у нас будет 2 изнаночных 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону делаем накид лицевая скрещенная в конце ряда изнаночная петля вяжем 12 лицевой ряд 1 лицевая изнаночная скрещенная вот изнаночному сейчас вот так привязали а изнаночной тоже подхватываем сзади вот так вот и провязываем изнаночной дальше будет лицевая петля изнаночная 2 лицевых 2 изнаночных обвитые петельки провязываем тут по рисунку получается в середине 2 изнаночных лицевая 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночных и в конце у нас изнаночная скрещенная 13 лицевая скрещенная изнаночная петля накид 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево за задние стенки навстречу им провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо с передней стенки дальше лицевая петля накид изнаночная накид лицевая и снова 2 вместе лицевой за задние стенки 2 вместе лицевой за передние стенки накид изнаночная лицевая скрещенная конца ряда изнаночная петля 14 изнаночный ряд лицевая изнаночная скрещенная лицевая 4 изнаночных далее изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная накид изнаночными скрещенными провязываем 4 изнаночных затем лицевая и изнаночные скрещенные в конце ряда 15 лицевой ряд лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная делаем накид 2 вместе провязываем лицевой за задние стенки лицевая 3 изнаночных лицевая петля 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки делаем накид лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная 16 изнаночный ряд лицевая петля изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная лицевая 2 изнаночных 3 лицевых 2 изнаночных лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная 17 лицевой ряд лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная накид 2 вместе лицевой за задние стенки 3 изнаночных 2 вместе лицевой за передние стенки накид изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная 18 изнаночный ряд лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная лицевая 2 изнаночных 3 лицевых 2 изнаночных лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная 19 лицевой ряд лицевая скрещенная изнаночная один раз так провязали лицевая скрещенная изнаночная второй раз так привязали лицевая скрещенная далее делаем накид 2 вместе провязываем лицевой за задние стенки с наклоном влево изнаночная петля и 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки с наклоном вправо делаем накид и до конца ряда вяжем резинку из лицевых скрещенных и изнаночных резиночка один на один лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная и вяжем последний ряд раппорта 20 изнаночный ряд здесь мы уже переходим полностью на резинку один на один лицевая изнаночная скрещенная один раз так привязали лицевая изнаночная скрещенная второй раз так привязали лицевая изнаночная скрещенная третий раз так провязали лицевая петля затем изнаночная лицевая изнаночная лицевая петля изнаночная скрещенная лицевая петля изнаночная скрещенная лицевая петля изнаночная скрещенная ну вот смотрите что у нас получается мы провязали один фрагмент один раппорт ширину и один раппорт высоту ну вот правда красота давайте скажем спасибо наталья серёгиной за идею мастер-класса вот такая красивая резинка такой красивый узор ставьте лайки если вам понравился мастер-класс пишите комментарии подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на нас в инстаграме я желаю всем удачи и ровных легких петелек пока пока